добрый день уважаемые друзья сегодня с вами я зарата джанова иммиграционный консультант из города сан-диего штат калифорния сегодня у нас 27 сентября 2019 года и пятница я готовлюсь к выходным надеюсь у вас тоже все эти выходные пройдут замечательно и сегодня я хочу как бы начать свое видео с хороших новостей две мои девочки они получили одобрение их петиций на визу невесты и одна из моих девочек также с которой я работала на подачу политического убежища она получила одобрение немножечко коротко о том как я работаю по политическому убежищу когда вы подаете вы мне приносите всю информацию и я на основании этой информации вместе с вами заполняю вашу анкету перевожу ваши документы и только потом мы отправляем это в USCIS я не пишу никакие истории и это очень плохая как бы идея если вам кто-то будет писать эти истории вам нужно писать ваши истории самим и я как иммиграционный консультант не имею права вам говорить что вам писать поэтому все те люди которые работали со мной они могут подтвердить то что они пишут свои истории а я же их только перевожу в целом я поздравляю всех тех кто получил свои одобрения желаю дальнейших успехов в том что вы задумали и дай бог чтобы ваш путь был легким и дай бог чтобы вы получили то что вы хотите сегодня же я хочу ответить на вопрос одной женщины которая выиграла грин карту и она очень очень боится приехать соединенные штаты она мне написала что она выиграла грин карту с мужем вместе и у них есть двое детей но она говорит что у них у обоих нет высшего образования он занимается транспортом таксистом таксистом она же работала ну на разных работах где-то работала посудомойка где-то работала уборщицей и она говорит как же мы будем мы смотрим ваши новости и мы боимся по приезду получить получить пойти получать социальные бенефиты потому что мы хотим полностью обосноваться в этой стране что вы нам посоветуете я не стала зачитывать это письмо потому что она длинная одно сути этого письма такова как что и как могут они сделать также она у меня спрашивает что если ее муж не владеет английским языком может ли он работать таксистом и на какую работу пошла бы она могла бы пойти она с такими способностями возможностями потому что она боится говорит я боюсь а вдруг мы приедем и у нас ничего не получится и так же она говорит о том что она они приедут сюда и запасов денег у них будет очень мало ну буквально на один или на два месяца значит отвечая на ваш вопрос сразу хочу сказать что вы выбрали калифорнию вы сказали что вы выбрали калифорнию но в принципе мне в калифорнию очень нравится поэтому поэтому не буду отговаривать это ваше право если вам нравится калифорния это хорошо и вы сказали что вы бы хотели остановиться или сакраменто или в сан-франциско сразу говорю что сан-франциско очень дорогое жилье в сакраменто более-менее а в сан-диего если хотите чтобы ваш муж работал таксистом то здесь наверное ему немного будет сложно по приезду вашего мужа если он хочет заниматься на также стать таксистом то я думаю что ему было бы лучше если бы он бы работал в сан-франциско и также имейте ввиду что если вы приедете вам нужны будут деньги на покупку нормальной машины чтобы вы могли купить эту машину потому что по приезду у вас не будет ни social security номера у вас не будет кредитной истории но social security вы со временем получите но кредитной истории у вас не будет и поэтому вам будет немного сложно купить машину но если же вы сделаете первый ваш взнос будет наверное если будет нормальный такой взнос я думаю что есть такие дилерские которые вам могут пойти навстречу поэтому я бы сказала что нужно подумать об этом и прежде чем вы приедете сюда я бы вам посоветовала чтобы вы обратились в русскоязычные группы чтобы вы определили для себя какой город именно вы поедете и спешитесь с теми людьми кто бы вам мог помочь потому что есть очень много людей которые помогают в этом и они могут вам подсказать куда пойти где купить и что делать значит я бы сказала что если ваш муж хочет заниматься этим я бы сказала да хорошо он может заняться этим при работе например на уборе или на лифте знания английского не нужно но желательно чтобы он что-то понимал потому что все равно я думаю что знание английского в дальнейшем ему все равно понадобится и если вы говорите что вы планируете въехать в следующем году я бы сказала чтобы он уже начал изучать хотя бы разговорный английский язык я думаю что это возможно если у вас будет разговорник то вполне возможно это сделать также вам надо подумать о том что если у вас двое детей вы к сожалению мне не написали возраст ваших детей вам нужно будет водить их или в садик или в школу и кто-то из родителей должен быть доступен для детей чтобы отвозить и привозить и именно вот работа в такси она бы позволила бы вам быть более flexible чтобы вы могли отвезти своих детей и также забрать их из школы потому что здесь в Соединенных Штатах это не работает так что вы отпустили детей они пошли в школу и они сами пришли и вам надо здесь нужно детей отводить за ручки и приводить за ручки ну по крайней мере у нас в Сан-Диего в Калифорнии так может в других штатах как-то по другому дальше я хочу сказать какую работу вы говорите вы можете делать если вы работали например уборщицей или же посудомойкой я думаю что вам тоже можно найти такую же работу но имейте ввиду чтобы устроиться на такие работы вам нужно знать хотя бы немножечко английского языка но я бы вам посоветовала чтобы вы поискали работы такие по уборке на дому потому что я вижу очень много таких объявлений когда например или компания набирает таких людей или же люди сами ищут и поэтому если вы им предоставите такую информацию себе возможно люди заинтересуются и также я бы хотела сказать что когда вы пишете например пишите те же самые объявления в группе и когда вы пишете такие объявления я бы сказала чтобы у вас там была нормальная такая фотография что вы настоящий человек потому что подумайте о том захотят ли например незнакомые совершенно не знающие вас люди пустить вас в дом поэтому когда вы пишете пишите открытые объявления чтобы у вас была там своя фотография и поэтому я думаю что вы сможете также в этом преуспеть надо это начинать с местных групп потому что в местных группах я очень часто вижу что люди ищут например уборщиц которые бы хорошо убрались вот недавно у нас в Сан-Диего был один такой пост девушка женщина написала что она ищет уборщицу на дому и там очень много людей оскорбились как вы так смеете называть уборщицей но вот вы мне сами написали что вы работали уборщицей и вы работали под судомойкой поэтому я надеюсь что это вас также не оскорбит потому что уже не знаешь с людьми как и что разговаривать и поэтому я бы сказала что вы можете начать с этого если вы захотите если вы определитесь с каким городом я вам могу помочь найти эти местные группы где вы можете уже начать начать свои поиски того же самого жилья тех же самых школ куда будут ваши дети ходить и поэтому ваш первый шаг сейчас определиться в какой город вы едете и оттуда уже начать плясать я бы сказала чтобы вы определились и нашли для себя тех людей которые вам в этом помогут и также я бы сказала что а также вы сказали что вы хорошо печете если вы хорошо печете вы можете получить лайсенс ну наверное это немного будет сложно но можно это сделать попозже и также предлагать людям свои выпечки потому что в Калифорнии с этим немного строго вам нужно иметь какой-то сертификат который вам позволит из дома выпекать и это продавать вот у меня такие советы для вас не бойтесь ничего дорога осилит идущий не нужно бояться того что у вас нет образования но я вижу что у вас есть желание здесь остаться работать и очень похвальное желание то что вы не хотите сидеть на шее у Валфора чего я вам не советую на самом деле не советую потому что если вы смотрите 15 октября вступает в силу то что если вы получали социальные бенефиты то это может повлиять в дальнейшем и также я хочу вам пожелать чтобы ваша жизнь начиналась правильно в этой стране без нарушений потому что цена будет очень дорогой и если у вас будут вопросы продолжайте мне писать и я вам отвечу и также буду рада если же комментаторы напишут свои комментарии и посоветуют что-то чтобы этим людям помочь потому что я знаю что мир не без добрых людей и я знаю что очень много людей которые помогают друг другу вот так вот такие у нас новости с вами была Зара Таджанова миграционный консультант из города Сан-Диего я помогаю в заполнении документов и я надеюсь что все у вас получится всего доброго